Кто из женщин не мечтал похудеть и не пытался сделать это, прибегая к изнурительным диетам? И кто не огорчался, видя, как с таким трудом ушедшие килограммы возвращаются вновь? Видимо, пора прибегнуть к методу герцогини Йоркской и ее наставницы Каллан Пинкней. Калланетика возникла в США и была названа по имени ее создательницы Каллан Пинкней. Все началось с того, что в довольно молодом возрасте у Каллан стали болеть колени и спина. Врачи предлагали операцию, но она решила заняться гимнастикой, причем такой, которая не спровоцировала бы мышечных спазмов и боли. Так возникла уникальная система упражнений с активацией сокращений глубоко расположенных мышц. Результаты порадовали Каллан. Прошло совсем немного времени, и она заметила, что ее тело становится крепким и сильным, а боль в спине больше не беспокоит. В Европе Калланетика приобрела известность после того, как его горячей поклонницей стала герцогиня Йоркская, жена младшего сына британской королевы. Родив ребенка, она обнаружила, что весит 90 килограммов. Каллан Пинкней пригласили в Букингемский дворец, и после консультации с нею герцогиня приступила к тренировкам. Уже через неделю ежедневных упражнений она почувствовала их положительный эффект. Вернув себе былую стройность, герцогиня Йоркская стала повсюду пропагандировать Калланетику. На начальном этапе, когда необходимо сбросить лишний вес, рекомендуется выполнять тренировки два раза в неделю. Впоследствии для сохранения достигнутого результата можно будет заниматься по часу в неделю или по 15 минут в день. При регулярных упражнениях в организме происходит ускорение обмена веществ, поэтому Калланетика – эффективный и быстрый способ коррекции фигуры. Кроме того, комплекс может помочь в борьбе с последствиями остеохондроза, болями в шейном и поясничном отделах позвоночника. Секрет эффективности Калланетики в изометрическом напряжении мышц, когда видимого движения не происходит. Что это такое, можно понять, выполнив простое упражнение. Соедините ладони и давите одной рукой на другую в течение минуты. Можно заметить, что мускулы рук активно работают, хотя никакой видимой деятельности нет. Это и есть изометрическое напряжение. В Калланетике практикуются аккуратные прогибы определенных частей тела. При выполнении коротких, но четких повторяющихся движений происходит фиксация напряжения определенных нуждающихся в тренировке мышц. В результате мышцы удлиняются, активизируются внутренние мускулы. Правила Калланетики. Многие упражнения в полном объеме рассчитаны на тренированных людей, поэтому, начав заниматься, будьте внимательны к своим ощущениям. Увеличивайте нагрузку постепенно, начав с 5-10 повторений каждого движения. Не принуждайте тело к тому, к чему оно еще не готово. Дыхание должно быть спокойным, естественным. Если его задерживать, организм недополучит кислород, необходимый для питания мышц. Лучше заниматься в тишине. Включая музыку, мы начинаем двигаться в ее ритме и терять контроль над упражнениями. Уберите куда-нибудь подальше весы, чтобы не взвешиваться каждый день. Такая привычка ведет к излишней тревожности и, в конечном счете, мешает сбросить вес. Есть у Калланетики и противопоказания. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма. Тем, у кого есть проблемы со зрением или с позвоночником, а также тем, кто недавно перенес инфекционное заболевание, перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом. Если женщина родила ребенка посредством кесарево сечения или перенесла какую-то другую операцию, необходимо ждать около полутора лет, прежде чем начинать занятия этим видом гимнастики. После 10 часов упражнений станешь моложе на 10 лет, уверяет Каллан Пинклей. Только заниматься нужно регулярно и точно придерживаться инструкций. Разминка. Первое. Сядьте на стул с подлокотниками. Опираясь на них, приподнимитесь. Важно держать спину прямой и поднять подбородок. Досчитайте до 10 и опуститесь на стул. Повторите 5 раз. Второе. Встаньте прямо, расставив ноги, не шире, чем на 35 см. Поднимите руки вверх, втяните живот, согните ноги в коленях и вытяните руки вперед. Наклонитесь вперед и продержитесь минуту в таком положении. Не меняя позиции, переведите руки назад и сильно вытяните вперед подбородок и шею. Снова переведите руки вперед, а затем назад. Все это время мышцы живота должны быть напряжены. Повторите 5 раз. Третье. Встаньте прямо, поднимите руки в стороны до уровня плеч и поверните ладонями вверх. Чем сильнее развернете ладони, тем больше почувствуете работу мышц. Без усилия отводите руки назад, как бы желая соединить лопатки. Не сгибайте локти. Повторите 25 раз. Это упражнение выпрямляет плечи, поднимает бюст и снимает напряжение между лопатками. Четвертое. Встаньте прямо, ноги слегка расставлены. Правая рука вытянута вверх, левая на внешней стороне левой ноги, примерно в области паховой складки. Максимально вытяните правую сторону тела и руку вверх. Ягодицы подберите, таз подайте вперед. Задержитесь в этой позиции. Через минуту выполните наклон в левую сторону. Насколько возможно. Спина напряжена. Выполните 25 наклонов с амплитудой в несколько сантиметров. Не балансируйте бедрами, а старайтесь вытянуть правую сторону тела. Затем выполните наклоны в правую сторону. Так вы не только уменьшите талию, но и избавитесь от полных бедер. Пятое. Расставьте ноги шире плеч. Наклонитесь вперед и положите ладони на пол. Колени можно согнуть. Задержитесь на минуту, а затем мягко обхватите ноги как можно ниже. Опустите плечи и спрячьте голову. Почувствуйте, как растягиваются мышцы спины. Находясь в той же позиции, приблизьте корпус на несколько сантиметров к ногам. Выполните от 5 до 20 таких движений, сколько сможете. Потом обхватите руками левую ногу повыше щиколотки, вытягивая мышцы спины и бедер, считая до 5-20. Опять положите ладони на пол между ног и повторите то же самое с обхватом другой ноги. Упражнение для живота. Выполняя эти упражнения, важно точно следовать инструкции, чтобы почувствовать каждое движение брюшной мышцы. Чем глубже под слоем жира расположены мышцы, тем меньше вам удастся сделать в начале. Однако со временем получится лучше. Первое. Лягте на пол, ноги согнуты в коленях и слегка расставлены. С силой вожмите спину в пол. Ухватитесь руками за внутреннюю сторону бедер, как бы расталкивая их. Поднимая голову, оторвите плечи от пола. Часть позвоночника от лопаток вниз должна плотно прилегать к полу. Медленно опустите верхнюю часть тела на 10-15 сантиметров. Макушкой тянитесь вверх, выполните движение три раза и отдохните лежа. Затем повторите. Второе. Лягте на пол, перед собой поставьте стул. Согните ноги в коленях и поставьте их на сиденье стула. Поднимите плечи и голову, руки вытяните вперед как можно дальше. Плавно раскачивайте верхней частью тела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова